Очередной визит в город для Ульяны Кудласевич ответственный. Женщина должна завершить начатое дело, оформить страховку на дачу. Рядом с ней в этот момент переводчик. Нет, не иностранного языка. Ульяна Петровна не слышит, а изучить все предложения нужно досконально. Верным помощником в этом вопросе для нее является Арима Павлович, работник территориального центра социального обслуживания Ленинского района. Римму своего переводчика я знаю достаточно давно, и мне очень комфортно, что меня сопровождает этот человек. Она внимательная, чуткая, поэтому любой насущный вопрос будет решен. Арима Павлович – специалист редкий, только она в учреждении владеет жестовым языком. А потому вопросов, в которых женщине приходится становиться экспертом, много. Вместе со своими подопечными она посещает банки, поликлиники, порой помогает в покупке необходимой техники и аксессуаров. Страховки какие-то, где-то по каким-то вопросам в администрации по поводу пенсии, где-то подписать какой-то договор в банк, подойти. Ну, в основном вот так вот, врач к врачам, потому что порой бывает, что есть такие люди, которые сказать могут, но не слышат. И поэтому даже эти не приглашают меня, потому что врач будет говорить, они могут не понять, и вот им надо перевести, надо все это рассказать. Услугу переводчика жестового языка в территориальном центре социального обслуживания Ленинского района получают 109 подопечных. Предварительно они формируют заявки, в зависимости от этого планируют свои дела. Ведь человек, не имеющий возможности слышать, человек со своими потребностями, планами и желаниями. В территориальном центре это понимают, поэтому и организуют для таких людей досуг. Собирают встречи, круглые столы, проводят презентации. А чтобы не было в этом диалоге недосказанности, специалисты прибегают к помощи переводчика. Помощь, общение, тречи, тречи. Вот если проходит какая-то лекция или какое-то там мероприятие, концерты, переводчик нужен. Нужно, чтобы люди, которые не слышат, надо, чтобы они видели, что это происходит. Такие лекции. Люди, тоже очень много слов непонятных, люди не знают, поэтому переводчик помогает, объясняет им жестом. Существует клуб-собеседник, который не реже одного раза в месяц собирается на различные мероприятия, где проводятся концерты, фильмы, у нас есть какие-то различные игры для них, чтобы они не скучали дома, потому что самое главное для них, конечно, это общение друг с другом, потому что чаще всего такие люди, они находятся дома, редко находят себе собеседника, поэтому вот в таком нашем клубе им очень интересно. Мы часто можем слышать о том, что у нас активно реализуются программы по созданию безбарьерной среды, и это так, оснащение улиц, новых домов и подъездов приспособлено для тех, кто плохо видит или не видит вовсе. Человек, который не слышит, тоже имеет свой барьер, но это не должно становиться препятствием для его социализации в обществе, ведь эмоции для жизни можно получить не только благодаря звукам и цвету, но и приятному диалогу, в котором даже тишина значит многое.